Привет, друзья! Ну, вот видите, мне задали там в личке вопрос, почему такое многотемье? Многотемье трудно сориентироваться, там, говорит, на ютубе, что именно смотреть. Ну, многотемье, потому что я мультиэффектный, как говорится, человек, и тем занимаюсь, и этим занимаюсь, и наша школа, человек будущего, Homo Futurus. Для развития разносторонностей в человеке, потому что человек-то сам по себе многоталантлив. Это для того, чтобы, просматривая эти ролики, каждый находил себе ответы. Конечно, я мог бы взять, как обычно мы делаем, ликбезг по какой-то теме, вебинар по какой-то теме. Вот сейчас будет вебинар для новичков. Именно для новичков. Потому что те, которые уже давно участники школы нашей, все прекрасно знают, они сами придумывают приемы, изобретают, развивают изобретательское мышление. Да, и комменты мне пишите, пожалуйста, кто какой прием сейчас изобрел новый по принципам ключа. Там же принципы какие? Там удивительные принципы. Ключа такие принципы, которые ни в йоге, ни в медитации, ни в цигу, ни в других никаких известных методах мира, которые тысячи лет уже помогают человечеству. И каждому человеку помогает. Да, но мы же изобретаем новые. Вот там у нас и Влад, и Орлов изобрел приемы, и Валерий изобрел приемы, изобрел приемы еще и Цивиль, Александр. Ну, у нас же много там людей, которые изобретают свои приемы по принципам ключа. Это же так здорово, это развивает изобретательское мышление, создают новые приемы для всех. Каждый может, перебирая эти варианты, подобрать то, что ему лично подходит. Такого же никогда не было. Такой школы никогда не было в мире. Обычно как делали? Делай вот так. Ну, а кому-то это подходит, другому не подходит. А у нас именно такой принцип. Принцип подбора путем перебора этих самых разных упражнений. Берите хоть физкультуру, хоть йогу, хоть какие-то другие методы. Примеряйте их себе. Да, мы показываем, как примерять. Да, разные варианты. И вот у меня еще 30 лет назад был учебник. Видеоучебник для детей, их родителей и педагогов. Когда еще не было этого принципа. Это был шикарный видеоучебник, одобренный тогда именобразованием. Да, именобразование тогда помогало распространять этот видеоучебник. И там был прекрасный режиссер. И там мы с Андреем Локотошем, моим другом и учеником моим. Который в Красноярске сейчас прекрасный психотерапевт. Андрюша, привет тебе. В Красноярску привет. Мы там показывали еще самые первые такие вот простые вещи. Например, как входить в свой ритм, покачиваясь. Как входить в свой ритм. Да, показывали разные приемы. Идео-моторные. И вы знаете, там есть прекрасный кусочек, где дети сами, которые применяли уже, они, значит, рассказывают. Там девочка рассказывает. Я вчера, говорят, фильм такой страшный смотрела. И мне страшно было. А потом я просто встала, покачалась, и мне ночи хорошие сны приснились. А там мальчик рассказывает. Он говорит, вот я вчера не хотел делать уроки. Да. А потом просто покачался и выучил там английский. Ну, еще что-то там. Ну, разные-разные дети рассказывают, как они сами это применяют после того, как мы там занятия проводили. И директор школы там выступает, рассказывает. И учителя. Это азбука для саморегуляции. Для детей, родителей, педагогов. Она у нас стояла там, и многие смотрели, и ссылки там были. Пожалуйста, для чего у нас этот ютуб-канал? Для того, чтобы каждый человек мог подобрать себе свои личные приемы. Потому что дело-то в том, что как ботинки по размеру. Они тебе не жмут. А когда говорят вот так вот, дайте мне прием, я буду его делать. Ну, мы, конечно, можем дать прием. Но мы как раз учим, чтобы подбирали, чтобы человеки развивали у себя креативное мышление, изобретательское мышление. Для этого мы там много роликов. Такое много теме. Кто для здоровья там смотрит. Кто там смотрит. По созданию науки человечности участвует в этом. Всех туда приглашаю, приглашаю, приглашаю. Потому что именно человеческие качества. Это качества, которые помогают в любом деле быть более эффективным. Вот этой закономерности, чтобы ее уловить, что именно человеческие качества, способность любиться, переживать, чувство бесценности живого. Видите, я постоянно повторяю, потому что это принцип старый, такой проверенный. Повторение мать учения. Это проверенный принцип. Это чувство бесценности живого, потребности в сотрудничестве, быть добрым, любить ближнего. Но это же тысячелетними, тысячелетними, как бы говорилось, и всеми самыми большими учителями, которые имеют свою школу всемирную. Христос говорил, и Магомед говорил, и Моисей говорил. Но почему-то, видите, велики не спасли человечество от коронавируса. Но именно поэтому мы там создаем науку человечности, потому что сегодня современный мир. И надо единый язык для всех. Ну, как математика, она же для всех едина, независимо от того, верующий ты или ты неверующий, физик ты или химик, или лирик. Независимо от этого, ты математикой пользуешься. Дважды два – четыре, трижды три – девять. Да. Вот вы представляете, почему много теми? Ну, смотрите YouTube-канал, конечно. И самое главное, не забывайте смотреть под роликом описание. И там в описании все контакты и входы в школу. Да. Открытые совершенно, бесплатно туда войдешь и обмениваешься опытом, пожалуйста. Это я говорю для тех участников, которые впервые вдруг на канал попали, не знают, что это такое. А сейчас будет вебинар для новичков. Специальный, особый вебинар, чтобы получили результаты сразу, потому что там будут как раз-таки объяснены, как синхронизировать. То есть, вот это вот что такое синхронизация? Это действие, абсолютно соответствующее текущему вашему состоянию индивидуальному. Ведь это как важно сегодня, в век интернета. От принципа повторения матч-учения, к этому принципу, который я создал, принцип подбора путем перебора, и принципы, и закономерности, и явления, и свойства, которые я там открываю. Да, это же все большие открытия. Ну, кто когда-нибудь в интернете писал, что повторяемые движения снимают напряжение и помогают думать? Да, что эффективность нашего мышления увеличивается, КПД нашего увеличивается. Мы выходим из стресса за счет повторяемых движений, за счет четки перебираем, пальцами по столу стучим, ногой качаем, в кресле покачиваемся. Роккин-ролл пошел по миру за счет повторяемых движений, которые каждый подпирает себе. Почему роккин-ролл пошел? Потому что обязательный танец, он сложный. Кому он подходит, кому нет. Там надо идти, как в йоге, там шаг за шагом разучивать упражнения, тренироваться, повторять. А здесь ты перебираешь разные, подбираешь себе, и сразу получаешь при этой синхронизации взрывной эффект раскрепощения, а сам подбор приемов развивает творческое мышление. Это тоже два в одном. Это же очень интересно и очень полезно. Это то, что сегодня учит людей справляться с неопределенностью. Это же то, что очень нужно. Это современная наука человечности. Ну, кто когда говорил о том, что человеческие качества, именно человеческие качества, необходимы и изобретателю, и спортсмену, и так далее. Ну, это хороший тренер это говорил. Но не постоянно же у нас хороший тренер рядом. А я вывел это в принципы, в принципы, что развитие в человеке и человечности, да, а потом уже, пожалуйста, будь мастером в любом деле, в любой деятельности. И она уже будет эффективнее. Смотрите, какая интересная закономерность. Да, друзья, вот сейчас будет вебинар, и там как раз-таки я покажу, конечно, и новый прием. Ну, а как же, мы всегда на вебинарах даем новые приемы. И на любезах бесплатных всегда даем. Иногда обсуждаем. Да, вот для чего нужна и философия. Да, иногда я покажу свои картины. Так, чтобы человек был разносторонний, чтобы личность развивалась. А как же иначе? Как говорил Козьма Крутков, специалист подобен флюсу. Что он имел в виду? Ну, когда ты узконаправленный, узконаправленный, и ни о чем другом ты... Ну, вот так вот, друзья. Да. Стихи пишите. А я вас скоро научусь стихи писать. Вот у нас Светлана Беспалова уже рассказывает, как она стихи. Она и картины рисует. У нас много участников в школе. Великолепных. Да, великолепных. И наше там человеческое общение, и комменты, которые пишем. Пишите, пожалуйста, комменты. Да, пишите, пожалуйста, я же смотрю специально. Да. Стараюсь ответить. Да, и в Zoom выходите. И когда вебинар, очень важно выходить в Zoom. И когда ликбез, мы когда даем Zoom, очень важно туда выходить. Почему? Во-первых, выходом в Zoom на фоне этих приемов, они снимают нервномышленные зажимы на фоне этих приемов. Когда вы выходите в Zoom, вы тут же быстро, быстро научаетесь раскрепощаться. И даже человек застенчивый, который скован выступить, задать вопрос, стесняется, показаться, он тут же начинает обретать. За счет этих приемов там выступая, он уже тренируется быть оратором. Это же вообще интересная штука. У нас школа очень интересная, полезная. Да, друзья, смотрите в YouTube и описание под роликом. Посмотрите описание под роликом. А когда в школу войдете, там увидите на стене, что наша школа, ее цель – это сохранить разум на планете. Да, конечно, это очень важно, сократить кризисы и войны, потребность лекарств. Я сформулировал такую фразу, что человеком и человечеством управляет не страх, не деньги или оружие, а миропонимание. Вот сейчас у людей, у многих, вот сейчас такая ситуация в стране. Глаза постепенно открываются, они начинают сравнивать. А без сравнения, как может быть мышление? Человек же, он, как он по-латыни, homo sapiens. И человеку, кроме этого, нужно еще личное время. А личное время у нас с помощью разгрузки, например. Когда человек из состояния стресса, где на шкале шторм, а здесь вот на шкале у нас стресса штиль, когда из смятения выходит безмятежность. Он самоидентифицируется, начинает понимать себя, чего он хочет, как это проще достичь, большим эффектом. Там много чего интересного. Ну и, конечно, у нас в скайпе после 19-20 вечера только сначала надо писать там, а не сразу звонить. Потому что много же звонят. Сотни людей, у нас же со всех стран мир. Ну как же так? Надо сначала написать, хочу с вами поговорить. Я была на ликбезе или был на вебинаре. У меня такой вопрос. И я как увижу, я постараюсь ответить. И потом мы там и поговорим. До встречи, друзья. Музыка Музыка Продолжение следует...